здравствуйте друзья меня зовут никита и сегодня мы поговорим с вами о внешней политике в годы царствования ивана 4 итак начнем мы с вами со взятия казани а вообще почему на казань обращала внимание русское государство и сам царь иван 4 в первую очередь за того что по итогу реформы избранные рады по итогу управления центрального аппарата появилась вообще интерес к внешней политике и конечно же этот интерес просыпался именно нас в сторону востока по нескольким причинам во-первых казань а преграждала путь русским купцам к волге и таким образом преграждала путь русским купцам к а персии чтобы торговать с очень богатыми с очень богатыми персиями на их рынках и таким образом вывозить многие дорогие товары оттуда и вести их соответственно в россию а для этого начинается подготовка к взятию казани первые попытки еще при не предприняты при отце ивана грозного василий третьим а эти по это попытки сделать ханом своего ставленника который будет просто поддерживать нужный порядок в этом ханстве они не увенчались успехом потому что все время русское государство в этом поприще соперничала с государством крымское ханство но соответственно а уже на при иване начинаются попытки взятия казани однако в сорок восьмом и пятидесятом годах а эти попытки не увенчались успехом но наконец происходит важное событие в пятьдесят первом году на острове рядом с казанью строится крепость свияжск на данный момент она затоплена однако до этого она имела очень важное значение она становится базой снабжения русских войск почему снабжение было так важно в этой войне в этом походе дело все в том что казань как город это крепость и он очень серьезно укреплен и очень сложно эту крепость взять захватить поэтому необходимо было продолжительная осада чтобы долго осаждать нужно много продовольствия для этого и использовалась крепость свияжск наконец в 1552 году казань была взята после этого также была взята и астрахани таким образом казанское астраханское ханство вот эти осколки золотой орды стали частью русского государства а русь таким образом при иване четвертом полностью подчинила себе волжский торговый путь и смогла начать активно торговать с персией и принципе востоком наконец нужно говорить еще и и в принципе о восточном направлении политики ивана грозного падение казани открывает новые пути для движения в сибирь вот именно с этого периода начинается продвижение русского государства к этой огромной земле за уралом русским землям угрожало сибирское ханство это еще один осколок золотой орды один из немногих оставшихся на тот момент иван грозный после взятия казани дарит некоторые территории купцам строгановым которые там активно начинают добывать первую очередь соль строгановы же опасаясь за свои земли хотя которые они хотели защитить от набегов сибирского хана со своим войском они нанимают отряд казака ермака которому дают в очень простое задание он должен организовать поход за урал и разбить сибирское ханство ермак это и делает ермак громит войска сибирского хана кучума и берет столицу ханство кашлык как видите по изображению даже здесь понятно почему ермак ермаку удалось победить в то время как россии русские войска имели в вооружениях уже какое-либо оружие огнестрельное в то время сибирские войска сибирского ханство имели как оружие топоры луки со стрелами конечно это сражение она была абсолютно неравным и здесь на победу сибирскому хану уповать не стоило после этого ермак при трагичных обстоятельствах погибает но в 1586 году обосновывается уже первая русская крепость в сибири тюмень а именно этот город стал первым таким оплотом русского продвижения к этим территориям ну и наконец перейдем главному самому масштабному военному событию этой эпохи для всей восточной европы иван грозный давно хотел да его предки хотели получить выход в балтийское море полноценный они просто проход через финский залив для чего им это было нужно для прямой торговли западной европой можно не платить пошлины другим странам через которые до этого российские товары пересылались а также можно взимать высокие пошлины с зарубежных товаров которые приходят прямо к тебе на блюдечке с золотой каемочкой соответственно также выход к морю расширял возможности для культурного обмена с европейскими странами таким образом иван мог рассчитывать гораздо серьезнее развить не только себя но и свое общество позволив ему познакомиться с кладезью европейской цивилизации с различными работами античных авторов а также с достижениями современной для него науки то чем впоследствии будет заниматься пётр первый но об этом мы с вами поговорим позднее а наконец почему же с кем же нужно было воевать точнее выход балтийское море для россии был закрыт в первую очередь ливонским орденом это государство которое было основано рыцарями крестоносцами участниками крестовых походов которые давно уже канули в лету однако рыцари остались и соответственно а это государство находилось в глубочайшем кризисе в годы правления ивана грозного поэтому именно на него и решил направить свой удар в первую очередь царь иван 4 но наконец как начинается ливонская война начинается на крайне успешно с 58 по 60 год русские войска берут около 20 крепостей в ливоне опять же по карте вы можете увидеть что это различные небольшие крепости однако взять по-настоящему крупные крепости это ревель будущий город таллин а также рига современная рига столица латвии а эти города и крепости не удалось взять русским войскам сразу к этому времени назревает кризис внутри страны дело все в том что иван 4 начал тяготиться постоянными советами и вниманием к своим действиям со стороны членов избранной рады почему они все время лезут ко мне ведь я самодержавный царь я что хочу то и делаю разумеется это не могло не приводить конфликтам внутри избранной рады по итогу и происходит некоторые изменения еще и и во внешней политике быстрые успехи россии вызывают опасения у соседей в войну вступает уже и швеция и польша и дания у каждой из этих стран свои интересы за ливонские территории они предлагают ивану разделить земли понемногу то есть кто-то за заберет одну часть кто-то другую но иван твердо уверенный в своей победе в виде какие возможности у него есть с его армией он считает что нужно бороться до конца и завоевывать все территории на после этого происходит окончательный разрыв с избранной радой так как представители избранной рады адашев курбский все предлагали ивану все-таки пойти на соглашение с этими державами иначе россии придется вести войну не с одним противником а с тремя не считая ливонского ордена который к тому моменту был уже по факту повержен а из-за этого на из-за того что начинаются опалы на членов избранной рады отправляется в ссылку сильвестр отправляется в ссылку адашев где умирает в это время воевода курбский тоже член избранной рады и ближайший товарищ ивана грозного опасаясь опалы бежит в литву которая в тот момент уже была в состоянии союза с польшей таким образом вот это единое польско-литовское государство было противником россии курбский буквально предает ивана чтобы спасти свою жизнь после этого иван еще яростнее начинает наступление на эти территории в шестьдесят третьем году сразу после бегства курбского русские войска берут уже польскую крепость полоцк вот вы ее можете увидеть на карте она находится на юго-востоке это была последняя к сожалению для русского войска последняя крупная победа в войне после этого пойдет лишь череда поражений но об этом мы поговорим с вами в следующий раз большое спасибо за внимание и до встречи